Да, записи бывают проблемы. Не могу сказать. Платно, пожалуйста, бесплатно. Многочасовые очереди и дефицитные номерки на обследование. Вот реалия республиканской медицины. Это признают не только пациенты, но и сами доктора. Ведя прием, они чувствуют, как накаляется обстановка за дверью кабинета, но, уверяют, врачи тоже заложники системы. Честно, писанину для врачей уменьшить, количество писанины. Очень много. Потому что документации очень много, время для пациентов очень мало выделяется. Отсюда и врачебные ошибки, и очереди в поликлиниках признаются доктора. Навести порядок, не отступая при этом от федеральных стандартов, предъявленных к современной медицине, от Минздрава потребовал Александр Соловьев. Ведомство, засыпанное гневными жалобами от пациентов, сегодня запускает первый в истории региона проект с обнадеживающим названием «Поликлиника без очередей». Мы хотим на сегодняшний день, во-первых, избавиться от скученности. Во-вторых, мы хотим все-таки, чтобы потоки пациентов были разные. То есть, чтобы пациент, у которого сейчас гипертонический криз, не сидел позади пациента, который пришел за справкой или за медосмотром на водительское удостоверение. В проекте пока участвуют четыре ижевские поликлиники. Первая, вторая, шестая и девятая. Начнут с регистратуры, увеличат количество окон, внедрят многоканальные телефоны, но главное, разведут потоки пациентов. Доврачебный кабинет для тех, кто пришел за справкой или на диспансеризацию. Кабинет неотложной помощи для пациентов с острой болью. Тех, кто на больничном, будут принимать во второй половине дня. И отдельный прием организуют для пациентов-инвалидов. Первые шаги в этом направлении больницы уже делают. Например, поликлиника на Ракетной. Здесь увеличили количество регистраторов, открыли отдельное окно для выдачи листов нетрудоспособности и перестроили систему работы участковых терапевтов. Те, кто пришли с утра по записи, по информату, по телефону, через интернет, они сразу напрямую идут в кабинет к врачу. Амбулаторная карта ждет уже их там у врача. А они стоят уже в регистратуре. Повторных, когда назначают даже на консультацию к узким специалистам, наши медсестры карты передают сразу туда, к специалисту. Эксперимент продлится 4 месяца. В это время пациентов будут анкетировать, выяснять, есть ли перемены к лучшему. Параллельно стоит задача сократить очереди на обследование. ФГС, УЗИ, МРТ. Сегодня пациентам, чтобы бесплатно пройти некоторые процедуры на высокотехнологичном оборудовании, ждать приходится по 3 месяца. Осенью из пилотного проект должен стать рабочим и распространиться на все поликлиники Удмуртии. Марина Баль, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Параллельный. Ан autocя mentioned the spergel on, выясняйтесь на всех которую выясним под зашvem.